Актуальные новости, различные программы, музыкальные новинки и, конечно, прямые эфиры. Сегодня в России отмечается День радио. Именно 7 мая 1895 года впервые был продемонстрирован радиоприемник, созданный физиком Александром Поповым. Впервые профессиональный праздник торжественно отметили в Советском Союзе в 1925 году. В нашем следующем материале расскажем о тех, кто делает теплое радио «Север-ФМ». Привет всем, кто в пути. В эфире программа «Навигатор». У микрофона Иван Сысоев. Иван Сысоев работает радиоведущим всего 4 месяца. Его задача – общаться со слушателями в прямом эфире, знакомить с новостями, а также выражать эмоции и при этом не забывать о чётком произношении, следить за культурой речи и не сбиться с мысли. Его работу не назовёшь лёгкой. Я на радио работаю не так давно. Но, естественно, я искусываю волнение, потому что это двойная ответственность, когда ты выходишь в прямом эфире, тебе нужно контролировать свою речь, тебе нужно следить за своим словарным запасом, и ты понимаешь, что тебя прямо сейчас слышат люди, и, в общем, ошибиться никак нельзя. Но это классно, когда у тебя получается строить какие-то интересные предложения, когда у тебя получается выстроить и рассказать какую-то интересную, полезную информацию. В общем, это клёво и здорово. Шеф-редактор «Радио Север» Анастасия Сабатович признаётся, одна из особенностей профессии, какое бы настроение у тебя ни было с утра, в микрофон ты обязан выдавать позитив, а в ответ, само собой, получать такие же положительные эмоции от слушателей. Иногда звонят настолько искренние люди, настолько позитивные, когда особенно розыгрыши какие-то проходят, они так отчаянно соревнуются, они так искренне переживают. Очень любим, когда нам звонят дети, потому что это определённые эмоции, они прям искренне открытые, они нас прям заряжают очень сильно. Поэтому это, мне кажется, очень важно. Пока на радио нет прямых эфиров. Это связано с ограничительными мерами в связи с пандемией коронавируса. Ведущие готовят программу на 9 мая. Я думаю, что многие слушатели заметили изменения в эфире. Начиная со 2 мая выходит очень много программ, именно направленных к 9 мая. То есть у нас идут и песни «Победы», которые, кстати, идут в оригинале, за что огромное спасибо нашему звукорежиссёру Борису Зазуле, который очень долго и самоотверженно искал песни именно в оригинале звучания. Поэтому не пугайтесь, это надо так задуманно. Я надеюсь, что всё-таки люди оценят это. У нас есть программа «Прекрасные стихи», читают люди. Первые радиопередачи вышли в эфир на мировом пространстве более ста лет назад. Наши ведущие уверены, что радио будет востребовано и в следующую сотню лет. Александра Литкова, Владислав Ткачёв, Телеканал «Север».